Друзья, всем привет! Это заключительный в этом году выпуск конкурса «Гол на миллион». И рядом со мной наш новый участник. Как вас зовут? Михаил. Михаил, в первую очередь расскажите, как вы сюда попали, как прошел отбор? Отбор проходил следующим образом. Перед игрой, перед прошлым туром было устроено мероприятие по достаточно простой, но забавной штуке. Это нужно было необходимым мячом попасть в некую мишень. Ну, на самом деле, совершенно случайно. Два раза плюнул и попал. Там почти 70, по-моему, набрал. Максимум 100. Ну, главное, два раза плюнули и попали. Теперь всем интересно, какая у вас точка? Ну, точка традиционная. Это угловой удар, потому что, на мой взгляд, все остальное это неинтересно просто. Ну, так многие говорят в последнее время, что кроме углового удара ничего никого не интересует. Итак, в перерывы матча домашнего «Спартак-Кростов», последнего домашнего и в этой части чемпионата, и в целом последнего в этом году для «Спартака» тоже домашнего. Михаил будет пробовать бить с углового. Сейчас мы спросим, какие ощущения, Михаил? Ну, ощущения, на самом деле, крутые, потому что я здесь второй раз. Первый раз было это чемпионство, когда все сюда выбежали. У меня дома лежит кусок от вот этих, не ворот, а сетки. Но в рамочке все как положено. Ощущения крутые здесь, что говорить. Михаил, вы помните тот выпуск, когда ребята попали в перерыве матча «Спартак-Зенит»? Как раз-таки с углового какие-то были эмоции. Это, по сути, последнее попадание. Вот после них никто этого не делал. А я его помню, его пересматривал. По-моему, до них тоже никто не попадал. Ну, попадали с других точек. С других точки, это не то. В угловой самое главное. Ну, вера, вера в себя максимальная. Ну, вера в себя кони, а я делаю, что должен, и будь что будет. Михаил, что по обуви? То есть, все-таки подготовились, нормальные надели, чтобы удобненько было? Я в футбол играю, поэтому они со мной всегда. Ну, то, что Михаил играет в футбол, мы надеемся, ему поможет. Итак, угловой удар. Михаил пробует. В последнее время все так делают. Посмотрим, что получится у него. Давайте пожелаем удачи. Ах, немножко, немножко сошел. Цель или какой, ближний, или в дальний? Да нет, он ближний. Ну, тут не немножко, здесь множко. Нужно, конечно, было бить иначе. Ну, многие говорят, что нужно целить в дальний, тогда, возможно, он попадет в ближний какой-то. Нет, ну, здесь же джиг, я говорил правильно, нужно, чтобы мяч опустился напротив рамы, он туда закрутится. Здесь все просто, главное попасть в эту точку. Ну, сильно расстроились? Нет, ну, я бы очень обрадовался, если бы забил, а расстраиваться, ну, я попробовал. Ну, давай сейчас, Михаил, прогноз на второй тайм матча «Спартака-Ростов». К сожалению, прогноз давать очень тяжело, то, как мы сейчас играем или пытаемся играть, не знаю, 1-1. Ну, возможно, вот этот незабитый пенальти как-то взбодрит команду, что шанс появился переломить игру. Ну, надеемся, будем надеяться. Будем надеяться в любом случае. Итак, Михаил не попадает с углового, попытка была. В любом случае, сейчас Михаил получит свои призы за такую попытку. Никого мы без них не отпускаем. И вот Елена, как раз, которая находится там, уже ждет Михаила с мячом и с автографами. Спасибо. Михаил, ощущения после этого? Ощущения крутые. Еще приду. Друзья, это был конкурс «Гол на миллион». Михаил. Спасибо. Спасибо. Данила и Елена, конечно, покажите ее. Без нее конкурс «Гол на миллион» не бывает никогда. Увидимся в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok